Практически все первые места взяты вот с этими стволами. Сегодня я расскажу вам о ружье, которое в наши дни доминирует в открытом классе, из которого было выиграно первое место на чемпионате мира. Итак, на недавнем чемпионате мира по ружью было несколько ключевых моделей. Но, пожалуй, самое заметное положение заняли ружья от американской компании Dissident Arms. Их были десятки, и ими стреляли и азиаты, и европейцы, и сборная США в полном составе. Мы поговорили о ружье, о всяких деталях, о правильной длине ствола, о том, почему они используют те или иные детали. Есть некоторые интересные вещи, о которых мы не задумывались. Мы делаем две модели. КФ-12, который, собственно, находится передо мной. Он построен на платформе Молот Вепрь. А также мы делаем кастомный КС-12, который построен на базе Сайги, которая производится в США. Конкретно здесь у нас на столе Флагман, наша лучшая модель. Сейчас последовательно поговорим обо всем, начиная от ДТК, заканчивая прикладом. Мы комплектуем свое ружье компенсатором Phoenix 1. Его размеры и характеристики оптимальны для баланса этого ружья. Также мы производим более длинную версию для британского рынка. Все из-за законодательных британских ограничений, которые позволяют иметь только большую длину ствола. В результате наших собственных исследований и испытаний мы пришли к выводу, что первый порт дает 90% эффективности всего ДТК. Поэтому, сделав компенсатор короче, мы получили лучшую маневренность при высокой эффективности. Таким образом, у нас есть 18-дюймовый ствол, а также мы предлагаем более короткую версию 15,5 дюймов. Опять же, сделано это в большей степени для улучшенной маневренности. При этом мы немного теряем скорость вылетаемого заряда, но для наших задач это не имеет такого большого значения. Мы используем внутренние сужения от компании Брайли. Это позволяет не снимать ДТК при смене сужения. И при помощи длинного ключа сужение меняется за считанные секунды. Мы убрали мушку, потому что в открытом классе используется, как правило, только оптика. С помощью этого мы убрали 40 граммов лишнего веса с передней части ствола, а тем самым баланс оружия. Здесь мы используем цельнофрезерованную газовую трубку, которую производим сами. Штатная газовая трубка после определенного настрела начинает трескаться, а это гораздо более прочная. Здесь в середине, вместо целика, мы используем прочную приваренную планку Пикатинни. На наш взгляд, это самое прочное и стабильное место для установки прицела. Этот элемент выполнен из прочной стали, и мы его прямо привариваем к коробке. Когда мы стреляем триган, то бросаем ружье в специальную бочку. А если вы используете пластиковую планку, то она время от времени от сильного удара может просто отломиться. Штатную планку на крышке коробки мы, тем не менее, оставляем, потому что некоторые стрелки используют дополнительные прицельные приспособления. Соответственно, планка позволяет им это сделать. Маленькая деталь, но тем не менее. Мы меняем пин шахты магазина, поскольку штатная шахта время от времени деформируется. Наш пин, выполненный из прочной стали, служит дольше, чем само ружье. Зная проблему, мы заменили его наперед. Далее, мы устанавливаем левостороннюю увеличенную рукоятку затвора. Ранние версии были цилиндрические и вкручивались по резьбе. Теперь же мы фрезеруем специальный продолговатый пропил. Эта прорезь сделана соосно приложению импульса. При этом рукоятка более легкая, и она как бы впечатывается в отверстие вплотную и фиксируется пином. И теперь эти рукоятки никогда не ломаются. Взамен стандартной возвратной системы с пружиной мы используем двусоставные направляющие. Таким образом, она разбирается, и в отличие от стандартных направляющих, которые иногда закусывают, создают ненужное напряжение в результате сгибания. Новые направляющие обеспечивают постоянную соосную работу с меньшим сопротивлением. Во время выстрела затвор свободный, без сопротивления приходит заднее положение. В отличие от штатного УСМа, мы используем модифицированные УСМы компании ALG. Мы настраиваем их по двум нашим спецификациям. В первом варианте одностейджевый, а второй двухстейджевый. На этом ружье используется двухстейджевый УСМ, когда выбирается сначала свободный ход, а потом спусковой крючок прожимается до быстренья. Также мы перерабатываем и полируем курок и настраиваем УСМ либо на одностейджевый, либо на двухстейджевый вариант. Также мы модифицируем рычаг предохранителя. Поскольку мы используем еще и сброс магазина под большой палец, мы заменяем крышкой левую сторону предохранителя. Предохранитель имеет нижнюю полочку, которая позволяет манипулировать им и удобнее, и быстрее. Положение 1, зарядить, приготовиться, сигнал, и вот так вот он снимается с предохранителя. Полка предохранителя в передней части в каком-то смысле менее удобная, и самое главное, иногда может приводить к случайному выстрелу, когда палец соскальзывает на спусковой крючок. В таком варианте это и быстрее, и безопаснее. На наших ружьях мы предпочитаем не ослаблять и не обрезать возвратные пружины, поскольку мы хотим, чтобы наши ружья были максимально надежными. Так что в плане напряжения пружины мы оставляем ее такой, какая она была с завода. Мы знаем, что некоторые стрелки либо ослабляют, либо просто обрезают заднюю пружину. Но дело в том, что если это сделать, то затвор приходит с большей силой в заднюю часть коробки и со временем с настрелом просто ломает ее. С большим настрелом на десятки тысяч выстрелов, рано или поздно задняя часть коробки у вас треснет. Наше ружье также отличает специальный регулируемый приклад. Нам нравится, когда есть возможность регулировки. Может меняться высота щеки, может изменяться длина приклада, может изменяться и наклон. Регулировок довольно много. А у тыльника приклада с амортизатором также может изменяться высота. А в чем смысл таких регулировок? Это же не снайперская винтовка. Да, это не снайперская винтовка. Но тем не менее, каждое ружье важно настроить под вашу вкладку, так, чтобы когда вы вкладываетесь в ружье, открываете глаза, и марка уже находится на мишени. Этот конкретный приклад настроен под меня, и когда я скидываю ружье, я вкладываю его прямо туда, куда нужно. Это удобная и практически идеальная вкладка. Этот приклад не сделан для того, чтобы его регулировать прямо на ходу, но когда вы его настроили, он жестко фиксируется и уже никогда не разболтается. То есть считаете, что стоит потратить лишние деньги, чтобы взять этот приклад? Да, думаю, стоит того. Плюс к тому, он еще имеет некий вес и хорошо работает на баланс ружья. Верхняя часть приемника магазина штатная, а вот нижняя часть, расширитель, сделанный уже нами. Он несколько отличается от того, что выпускается Custom Guns, поскольку сделан несколько шире, и сделан так, чтобы переход от пластика к металлу был незаметным. При комплектации ружья многие наши заказчики предпочитают рукоятку от Custom Arms, которая имеет основание для ладони. Таким упором держать ружье легче и более надежно, особенно во время перезарядки или перемещения с ружьем в одной руке. Теперь вот так вот я могу держать это ружье очень долго. Основание имеет регулировку, и настроив его, вы получаете, так сказать, распор между основанием рукоятки и плоскостью предохранителя, что одновременно и удобно, и позволяет уверенно удерживать ружье. Все это ради контроля над ружьем. Также мы переработали и модифицировали практически все внутренние части этого ружья. Переработали и раму затвора, и непосредственно затвор, в соответствии с нашими спецификациями, наработанными за долгие годы. Изменения направлены на более мягкую и плавную работу. Вообще, я думаю, что касается органов управления, то органы управления платформой АК имеют превосходство. Конечно, на мой взгляд, над органами управления системы R15. Да, у нас многие стрелки просят сделать им органы управления такие же, как на ARCA. Все потому, что они просто привыкли к ним. Для них просто удобнее, переходя с винтовки на ружье в рамках тригана, не привыкать к новым органам управления. Но мы заметили, что когда они начинают пользоваться нашими ружьями, то очень быстро привыкают к новому управлению. Это оказывается просто быстрее. Кстати говоря, в будущем мы занимаемся постройкой нового ружья, который будет совмещать элементы из системы AR и системы АК. Но это уже для следующего видео. Да, это уже для следующего видео. Если вы еще не видели, то посмотрите интересные ролики с чемпионата мира. Если нажмете слева, то узнаете, как заставить работать патроны даже в самую жаркую погоду. А нажав справа, узнаете о тонкостях прохождения самых сложных упражнений. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok